В будний день, вечерком, судья с прокурором, друзья, видимо, были, садятся в машину вместе с еще одним должностным лицом, вооруженные нарезным оружием, едут стрелять косуль. Что-то мне подсказывает, что огромное количество людей, получивших приговоры, недовольны этими приговорами и воспользуются своим правом оспорить и отменить эти решения в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Нужно, наверное, легитимизировать роль госпожи Хамитовой, сделать ее вице-премьером, и пускай она курирует у нас медицину, культуру, ну и до кучи образования. Он тут сделал заявление про тухлое мясо в госпитале ветеранов. Ну, в общем, опустился до уровня уже мелких деталей. Грязная история, совершенно безобразная история мелкой мести на фоне достаточно больших проблем. На этой неделе продолжение получила история с отстранением Виталия Буркина от работы адвокатом, лишением его адвокатского статуса. Абсолютно сенсационным явилось то, что выяснилось, в общем-то, нелегитимность той квалификационной комиссии, которая, в общем-то, и лишила статуса Буркина. Выяснилось, что гражданин Фарукшин, который является там заместителем, председателем этой комиссии, не имел права в ней состоять, потому что у него не было достаточного по федеральному законодательству стажа. И вообще есть сведения о том, что он не имел права получить статуса даже адвоката перед этим. В общем, конечно, это все грандиозный на самом деле скандал, который будет иметь непредсказуемые последствия. В принципе, по большому счету может получиться так, что несколько сотен адвокатов лишатся своего статуса, а несколько тысяч уголовных дел будут пересмотрены. Потому что любой из, скажем, подзащитных вот этих адвокатов, получивших статус через Фарукшина, может опротестовать решение в суде. А как известно, уголовные дела у нас на 98% заканчиваются обвинительным приговором. Соответственно, что-то мне подсказывает, что огромное количество людей, получивших приговоры, недовольны этими приговорами и воспользуются своим правом оспорить и отменить эти решения в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Адвокатская палата в лице господина Юмадилова и его зама Махмутова, в общем-то, заняла достаточно странную позицию. Они никак это все не комментируют. Называют это какой-то мелкой оплошностью. И более того, господин Махмутов прокомментировал, что, конечно же, никакие уголовные дела не будут отменяться. Но я могу сказать такую вещь, что подобное заявление, на самом деле, не очень-то и серьезное, потому что решать будет в конечном итоге не адвокатская палата этот вопрос, а это уже вопрос суда и вопрос принятия решения на совершенно других уровнях. Ну, кроме того, на этой неделе поступил запрос уже от депутата госсобрания Галина с требованием разъяснить сложившуюся ситуацию, а на следующей неделе, вероятнее всего, будут запросы уже на федеральном уровне, и вся эта история перейдет совсем в другую плоскость. Бездействие господина Юмодилова и его подчиненных, конечно, ставит точку в этом вопросе, в том смысле, что ничего они поделать не могут, и, наверное, они уже не будут ничего делать, а тихо и мирно ждут развязки. Будем ждать, будем наблюдать. Особенности будем рассчитывать на то, что Виталий Буркин вернет свои полномочия, потому что это, в общем-то, критерий справедливости и то, с чего все началось. А то, что в Адвокатской палате Республики пора наводить порядок, это стало совершенно очевидно. Историю с Национальным симфоническим оркестром Республики Башкортостан мы уже отдельно снимали в сюжете с Рустемом Сулеймановым, но, безусловно, стоит ее упомянуть, потому что, еще раз повторю, что подобные обращения в прокуратуру и вообще в какие-то органы надзорные со стороны деятелей культуры – это, в общем-то, совершенно из ряда вон выходящая история. И самое печальное и самое главное, что сообщество музыкантов и вообще деятелей культуры Республики окончательно убедилось в том, что власть нынешняя и Рустем Хамитов лично вполне благосклонно относятся к вмешательству жены губернатора, жены главы Республики в совершенно несвойственные сферы. Я уже высказал предложение о том, что нужно, наверное, легитимизировать роль госпожи Хамитовой, сделать ее вице-премьером, и пускай она курирует у нас медицину, культуру, ну и до кучи образования, потому что все эти три сферы пришли в абсолютный упадок и кризис при ее активном участии и бездействии вице-премьера Сагитова. Ну, может быть, она, получив статус и кресло в правительстве, как-то, может быть, совсем по-другому займется этим. Возможно, она обладает какими-то существенными талантами по управлению этими сферами жизни Республики. Ну, в общем, безобразие и скандал, на самом деле, если честно, вот так вот называть такими простыми обывательскими терминами. И совершенно недопустимо, чтобы это происходило, особенно в условиях вот таких вот конфликтов, таких вот взаимодействий между Министерством культуры, Министерством образования, Министерством здравоохранения и сообществами специалистов, которых они практически игнорируют в последние годы. Совершенно неожиданно, по крайней мере для меня, на прошедшей неделе повторно был уволен со своей должности Фергат Байрамгулов, руководитель Конгресса башкирского народа, человек, который в последнее время играет достаточно заметную роль в общественно-политической жизни республики и в конфликте с башкирским языком. Уволили его, естественно, по благовидным предлогам в связи с окончанием контракта. Я почему не ожидал такого поворота событий? Потому что все-таки во мне теплится надежда на наличие разума в головах Белого дома. Ну, в данном случае я уже окончательно разочарован и полагаю, что разума этого совсем нет. То есть люди категорически не понимают, какие конфликты они сами же создают, они не понимают природы возникновения, скажем, вот этого явления Конгресса башкирского народа, глубинных причин они не видят и не понимают, и потому действуют в своей привычной парадигме такого, значит, жесткого насилия. Мы решили, мы и сделаем. Думаю, что эта история получит достаточно серьезное продолжение. Я думаю, что Конгресс башкирского народа сейчас в ответ активизируется, безусловно, потому что на самом деле проблема башкирского языка не решена. Она притушена на время, осталось достаточно большое количество людей, которые категорически не согласны с тем решением, которое принято, если это вообще можно назвать решением. Кроме того, к этой истории, связанной в основном, конечно, с Минздравом, подключился лично Хамитов. Видимо, уже нервы сдали, он тут сделал заявление про тухлое мясо в госпитале ветеранов. Ну, в общем, опустился до уровня уже мелких деталей, когда, видимо, никто из его подчиненных существенных усилий по дискредитации, значит, этой компании предпринять не может, и Хамитов включился сам. Достаточно дешевый прием, в общем-то, который может иметь последствия как судебные, так и административные, потому что, ну, в общем-то, высказываться абсолютно бездоказательно на таком уровне, наверное, нельзя позволять губернатору, руководителю республики. Это во-первых. А во-вторых, совершенно очевидно, что подобный наезд на руководителя вот этого госпиталя ветеранов, он связан непосредственно с историей попыток, значит, репрессировать господина Алчинова, который в этом госпитале лечился, что вызвало, видимо, недовольство имя здраво, ну, и Хамитова лично. В общем, конечно, грязная история, совершенно безобразная история мелкой мести, значит, на фоне достаточно больших проблем. Ну, в этом, в общем-то, весь Хамитов, то есть он человек достаточно злопамятный, достаточно последовательный в своих попытках отомстить кому-то, это уже известно. Ну, и кроме того, он очередной раз подставляет и своих подчиненных, и ведомство, которое не прекращает ругать. В общем-то, конечно, постыдная история, если честно. В череде многих других подобных историй, которые уже на счету Рустема Закевича. Обзор криминальных событий, в общем-то, не свойственен нашему формату, но мимо события, которое произошло в Мечетлинском районе, конечно, пройти невозможно. На этой неделе там случилась трагедия, и, как говорится, случай на охоте. Местный прокурор застрелил местного судью. Очень не хотелось бы скатываться в какое-то ерничание, в какие-то злорадные, значит, высказывания на этот счет, потому что их уже предостаточно случилось в интернете. Народ у нас не любит силовиков, не любит судебную власть, не любит прокуроров. Конечно, это какую-то часть людей порадовало, позабавило. Это, конечно, достаточно бесчеловечная реакция. Человек погиб, это трагедия, остались двое детей сиротами. Я бы только об одном хотел сказать в этом смысле. Следствие, конечно, разберется, покажет, и, наверное, я надеюсь, определит все обстоятельства события, выявит виновных, если они есть. Но важнее другое. Мы как-то очень привычно стали относиться к тому, что в будний день вечерком судья с прокурором, друзья, видимо, были, садятся в машину вместе с еще одним должностным лицом, вооруженные нарезным оружием, едут стрелять косуль. Ну, все это стало обыденностью. Вот это настораживает. Вот это не вызвало никаких вопросов. Я думаю, что ведомствам, которые вовлечены и оказались в эту историю, это и прокуратура, и судебный корпус, стоит обратить на это огромное внимание. То есть, внимательно наблюдая за тем, как ведут себя граждане, наказывая их за малейшие проступки, эти ведомства позволяют своим сотрудникам вот настолько расслабляться, да, значит, настолько, что это приводит к трагедиям, что это приводит к публичному позору, в общем-то, в адрес этих ведомств. То, что касается судейского корпуса, мы много об этом говорим. Господин Тарасенко, конечно, у нас здесь запустил службу, прямо скажем, мягко выражаясь. Сотрудники его позволяют себе очень многое, кроме банальных нарушений правил дорожного движения, вот еще и стрельба. Ну, мои соболезнования семье погибшего и надежда на то, что, в общем-то, что-то наладится в Датском Королевстве, может быть, после хотя бы этого трагического случая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова